Лидерство После того, как мы дали определение, что такое лидерство, и заложили, на мой взгляд, очень важную основу для нашего размышления о лидерстве, мировоззренческую основу, богословскую, библейскую, теперь мы можем заняться вопросом истории, понимания лидерства и назвать, обрисовать какие-то контуры теоретических подходов в лидерологии. Прежде всего, я хотел бы обратиться к Священному Писанию, к одной из книг Библии, книге притчей, книге мудрости, чтобы получить правильный вектор отношения вообще к знаниям. В четвертой главе книги притчи мы читаем, главная мудрость, приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. В третьей главе, пятый стих, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во второй главе этой же книги, с четвертого стиха, с третьего стиха. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господен, из уст его знания и разум». И в первой главе, седьмым стихом мы читаем «Начало мудрости, страх Господен». Вот в такой перспективе я, как человек верующий, с большим интересом пролистываю научную литературу и знакомлюсь с историей становления мысли о лидерстве, а также знакомлюсь с теми теоретическими подходами, которые были сформированы в науке лидерологии. Прекрасно понимая, что каждый теоретический подход является лишь неким углом зрения, по всей вероятности, точкой восприятия той действительности, которую исследователи эмпирически или каким-либо другим способом смогли сформулировать. Вот если бы мы взяли с вами теоретическое соображение о том, что, ну, например, существует несколько показателей эффективного лидерства, и назвали бы, что среди них порядочность, духовность, компетентность, адаптивность, коммуникабельность, может быть, казалось бы, для вас, для нас, что это сухая теория. Ну, давайте мы вспомним вчерашний день. Когда мы снимали и запроводили занятия, снимали наши лекции, у нас возникла ситуация, когда всем нам, команде, тех, кто делает запись, занимается звуком, светом, вам, слушателям, мне, преподавателю, пришлось проявить определенную духовную зрелость, порядочность, великодушие, компетентность. У нас что-то пошло не так, и тем не менее мы смогли адаптироваться к ситуации, смогли выяснить точки зрения, и у нас получилось. Вот теперь, мне кажется, эта теория стала понятна. Если мы с вами будем знакомиться с различными теоретическими подходами, я бы просил, чтобы вы сопоставлялись с теми жизненными ситуациями, через которые вы прошли, чтобы увидеть совпадение точек зрения, перспектив исследователей и то, с чем вам пришлось соприкоснуться. Теория лидерства. Каждая теория – это, ну, в какой-то мере попытка обосновать секрет эффективного лидерства. Ну, некий ключик, кажется, самый главный. Эффективность лидерства, я понимаю, как совокупность показателей результата деятельности и нравственности этой деятельности. Но объяснить секрет этой эффективности можно по-разному. Дело в том, что все зависит от нашей перспективы. Всем нам хорошо знаком кубик Рубика. На каждой грани куба отдельный цвет. Если работать с ним, то можно прийти к тому, что будет многоцветие. Иногда определенные перспективы подсказывают нам, что куб зеленого цвета. Но, оказывается, перевернув, он желтого цвета. Вот точно так. Различные теории практически говорят о лидерстве, но с разных перспектив. В эволюции теории лидерства существовало определенное развитие. И можно назвать несколько этапов. Ну, вот исторический обзор семи основных концепций. Во-первых, теория великого человека. Ну, со времен древности и по сегодняшний день эта теория или концепция остается весьма популярной, прослеживается в современной литературе. Мы более подробно разберемся с каждой из этих концепций. Затем, ну, где-то в начале 20 века стали размышлять о том, что личностное качество человека играет ключевую роль в эффективном лидерстве. С середины 20 века обратили внимание на стиль и поведение эффективного, неэффективного лидера и стали говорить о поведенческих аспектах. То есть, возникло целый ряд поведенческих теорий. Но затем заметили, что в зависимости от контекста, от обстоятельств жизни, меняются стили, подходы и появились так называемые вероятностные, ситуационные теории. К концу 20 века обратили внимание на такой важный аспект постановки видения и мотивирования людей к тому, чтобы достигать это видение. А для того, чтобы вдохновить людей, нужно оказать определенное влияние. И стали формулировать определенные теории влияния. И сюда вошла одна из теорий харизматического лидерства. Уже в начале 70-х прошлого столетия сформулировали теории взаимоотношений, что эффективность лидерства зависит от эффективности отношений. И проследили факторно-динамический, аналитический, психодинамический элемент взаимоотношений между лидером и последователем. И появились такие концепции, как трансформационное преображающееся лидерство или трансакционное лидерство. На сегодняшний день на основе всех предыдущих исследований выявляются новые грани, появляются новые теоретические предположения, что является ключом к эффективному лидерству. И некоторые исследователи ставят перед собой задачу разработать некую мета-теорию, которая вне этих теоретических предпосылок, сверх них, и в какой-то мере объемлет весь тот накопившийся теоретический потенциал в лидерологии. Любая теория и модель лидерства – лишь только составная часть большой мозаики под названием лидерство. Теории качеств постулируют существование общих качеств и особенностей эффективного лидерства. Теории обнаруживающегося лидерства или лидерства изнутри постулируют, что на каком-то этапе, в какой-то ситуации лидерами могут стать те, у которых есть качество и знания, умения, позволяющие им взять ответственность за лидерство в этой группе или организации. Теории стиля лидерства описывают и классифицируют действия лидера, подразделяя на две категории. Либо это стили, сосредоточенные на людях, либо это стили, которые сосредоточены на достижении задач. Теории психодинамического лидерства объясняют эффективность лидеров как некую функцию обмена происходящего между лидером. Он как влияет на своих последователей и каким образом последователи оказывают влияние на своего лидера. Есть одна очень интересная, немножко комплексная теория лидерства, называется она «Путь-Цель». Она использует модель ожидания. Например, у руководителя организации есть коллектив и люди, и он пытается распознать их ожидания, почему они работают на этом предприятии. И старается объяснить этим людям, что достигая цели организации, они достигнут тех своих ожиданий и своих стремлений, с которыми они пришли на эту работу. И таким образом удовлетворение получают люди и удовлетворение от достижения своей цели получает организация. Теории ситуативного лидерства постулируют, что эффективные лидеры используют различные стили в зависимости от природы ситуации и в зависимости от природы последователей. Либо это новичок, либо, может быть, уже профессионал зрелый. В состоянии расположения духа человек находится или без настроения, возможно, огорченный каким-то событием в своей жизни. И вот в зависимости от ситуации и непредвиденных обстоятельствах меняются различные стили. Теории трансформирующего лидерства постулируют, что эффективные лидеры, они повышают мотивацию людей и вызывают у них чувство высшей цели. Они стараются не использовать людей для достижения цели, но оказать благотворное влияние, чтобы люди, преобразившись, возможно, сменили определенные ценности, изменили настрой, расширили, в общем-то, горизонт своих возможностей, смогли достичь цели и тем самым преобразились. Вот множество различных теорий. И что происходит? Происходит, что каждая из них, в общем-то, имеет какой-то полезный посыл. Но, тем не менее, ни одна из них не учатывает все аспекты. Поэтому необходима новая, всеобъемлющая, концептуальная структура лидерства. И мы с вами сегодня на следующем занятии будем как раз говорить о такой метамодели, предложенной британским специалистом по лидерологии профессором Роджером Гиллом. Однако, наша задача сейчас не только лишь назвать существующие теории, но постараться остановиться, вникнуть, увидеть сильные и слабые стороны некоторых из этих теорий, названных и перечисленных мной только что. Итак, теория великих людей. Очень она была распространена в конце 19-го столетия, начало 20-го. Она постулирует о том, что лидер рождается с врожденными, необъяснимыми качествами и умениями. Прирожденный лидер. Вот от рождения. Американец Генри Форд однажды сказал, что задавать вопрос, кто будет в квартете петь тенором, банально. Потому что мужскую партию тенора в мужском квартете мы даем тому человеку, который способен петь тенором. Иными словами, кто будет лидером? Ну, тот, кто является лидером, кто прирожден быть лидером. И мы знаем с вами, что в истории человечества существовали множество героев, великих людей. И среди них были великие диктаторы, антигерои, а также были великие руководители, вожаки. Можно сказать, это были в действительности люди, которые смогли созидательно повлиять на развитие своих стран, больших корпораций. Теория великих людей видится весьма ограниченной и неприемлемой. Потому что допускает мыслить о том, что только избранные, только избранные люди немного нереально влияют на историю человечества. Было бы неправильно считать, что потенциалом лидерства обладают не все. Потому что лидерство проявляется в разных масштабах, в разных, в общем-то, контекстах. И в настоящее время исследователи соглашаются о том, что лидерство вовлекает в себя всех людей. Только каждый из них вовлечен в разных качествах. Разочарование в великих людях и героях времени привело к тому, что теория великих людей стала доминирующей. Потому что мыслить о том, что для будущего, например, России, Украины, США, нужен один человек, будущее для нашей общины, будущее для евангельского христианства, православного христианства, главное найти этого одного человека, и все он свершит. Было бы немного наивно. В середине 20-го века появилась теория лидерских качеств. Но вот исследователи стали все-таки сопоставлять, анализировать и рассматривать, какие личностные характеристики обуславливают умение человека к эффективному лидерству. Американский психолог Ральф Стокдил в 1974 году обобщил шесть факторов, которые ассоциированы с лидерством. Умение, достижение, ответственность, вовлеченность, статус и обстоятельства. И вот в своей работе, которая практически цитируется во всех учебниках по менеджменту, по управлению, по лидерологии, он предложил перечень главных лидерских черт личностные качества и умения, компетенции. Он сформулировал таким образом. Среди личных качеств человека, очень важно, способность адаптироваться к ситуации, внимание к социальной среде, определенная амбициозность, ориентирование на достижения, энергичность, упорство, настойчивость, решительность, сотрудничество с другими, надежность, уверенность в себе, устойчивость к стрессу, готовность брать ответственность. а среди умений, компетенции, он назвал концептуальные навыки, интеллект, организованность, понимание, стоящие перед группой, задачи, изобретательность, дипломатичность, быстрая речь, убедительность, ну и какие-то другие социальные навыки. В целом, можно дать положительную оценку теории лидерских качеств, потому что эта теория подчеркивает, что ум, интеллектуальные способности, уверенность в себе, адаптивность, энергичность, профессионализм играет роль в эффективности. Это неоспоримо. И очевидно, что многоразличное личностное качество человека обуславливает степень его потенциала к тому, чтобы быть эффективным в том или ином деле. Но на самом-то деле нет единого, полного списка лидерских качеств, которым необходимо обладать эффективным лидером. И создание любого списка это вещь не особо объективная. И наверное нужно признать, что никто не обладает всеми чертами. Эффективное лидерство не зависит от наличия у человека какой-то конкретной комбинации характеристик лидера. Потому что эта теория не объясняет, почему обладая теми характеристиками, теми или иными характеристиками, лидер переменно успешен или не успешен. Ну и в завершении отметим большой изъян в этой теории с точки зрения подхода к развитию лидеров. Если начинающему руководителю, молодому человеку сказать, что тебе необходимо иметь вот эти 15 качеств, то может оказаться, что по определенным личностным особенностям, темпераменту он не обладает этим списком и может прочувствовать, что не обладая всеми этими перечисленными качествами он и никогда не станет. Тем более, что мы понимаем, что особенности, когда речь идет о повышении квалификации совершенствования взрослого человека, иногда человеку нужно научиться эффективному лидерству приспосабливая и может быть каким-то образом лишь только фокусируясь на тех сторонах своей личности, которые являются у него сильными и ярко выраженными. А в этом списке могут оказаться те черты, которые не присущи ему. Но это не означает, что этот человек не сможет быть эффективным. На мой взгляд, я соглашаюсь здесь с многими авторитетными специалистами, закончилась эпоха лидера-героя. Я уже вспоминал мудрые слова, что великая страна, где герои не нужны. Нет необходимости в геройстве. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте 3wtvseminary.com Давайте мы посмотрим другие теоретические подходы и постараемся проанализировать. Теория лидерства изнутри. Лидерами становятся те, кто обладая определенными качествами и умениями, при необходимости взять на себя ответственность, становятся лидерами в той или иной группе или организации. речь идет о самовыдвижении. Это когда 10 человек находятся в комнате, на производстве, в группе, в отделе и кто-то берет на себя инициативу предложить изменения, пути развития. Это тот человек, который говорит давайте пойдем вот в этом направлении. Он указывает путь. Он берет на себя ответственность мотивировать, помочь другим идти по этому пути. Теория лидера слуги. Вот 40 лет назад ныне покойный Рорберт Гринлиф предложил концепцию лидера слуги, которая с точки зрения христианства по сути своей не нова и корнями конечно же уходит в учение Иисуса Христа. Вот лидеру служителю Эта концепция была очень сильно внедрена в бизнес компании. Лидер слуга. Лидер слуга ему свойственно внутреннее убеждение о том, что люди важнее всего. Руководитель такого типа рассматривает себя как первого среди равных. А свою роль он видит в чем? В развитии других людей до полного их потенциала. Лидер служитель подчеркивает важность нравственного поведения и не ведет жизнь двойных стандартов. К своим последователям он относится весьма положительно, не преследует каких-либо личностных эгоистических целей и желает развития людей, обращая внимание на нравственные духовные ценности. К середине 20 века стали обращать внимание на теории, которые объясняли стили лидерства. Вот на самом-то деле в достижении результата когда работаешь с людьми стоит вопрос выполнить задачу, проект, либо сконцентрировать все свое внимание на людях. И вот в этой дельте происходит в какой-то мере изменения и выбор тех лидерских стилей. если человеку очень важны люди, он очень либеральный в том, чтобы отдавать приказы, распоряжения, в том, чтобы лично принимать решения, он в общем-то позволит людям принять решения и выстроить все цели, графики, оценку деятельности, так, как людям будет угодно. Вот такой либеральный стиль руководства. С другой стороны, когда для человека очень важно достижение цели, завершение проекта, и ему абсолютно наплевать на людей, с кем он работает, ну, в той или иной степени его отношение может быть не обязательно наплевательское, грубое по отношению к людям, но тем не менее, здесь он сам лично принимает решения, он дает распоряжение, он вырабатывает системы, он вырабатывает модели, он дает лично оценку, вот такой авторитарный стиль управления. Но вот между прочим, между авторитарным и либеральным есть множество других стилей управления, в середине которой, по всей вероятности, находится некий демократический, где происходит удовлетворение нужд и потребностей людей и внимания к людям. И в то же самое время преследуются цели и задачи проекта с полной на то ответственностью и приверженностью. иными словами, стиле лидерства, как предложил Лейкерт, Ренсин Лейкерт вместе со своими коллегами из Мичиганского университета, происходит следующее, сосредоточенный человек на работе более авторитарен, сосредоточенный на человеке и на людях более либерален, а человек, который смог держать эти два параметра во внимании, демократичен, потому что понимает, в какой-то мере ему нужно принимать решения, где-то нужно дать возможность людям принять решения, а лучше всего достигнуть синергию и работать сообща. Очень интересная концепция была разработана в 1960 году, потом модифицирована и популяризирована в США и во всем мире в университете штата Огайо, так называемая управленческая решетка. Она известна как управленческая решетка Блейка и Мутона. Если сочетать варианты и степени внимания к подчиненным и к производительности, то получается множество видов деятельности, где трудно сделать водораздел и четко выявить стили руководства. Вот выглядит она таким образом. Степень учета интересов производства низкая, высокая и шкала из девяти частей. В то же самое время степень учета интересов людей низкая и высокая. Девять частей шкалы. Получается восемьдесят один вариант видов деятельности, где в общем-то можно выделить каких-то пять основных. Но первое это когда мало уделяется интересы и к людям и к производительности. Вот так чтобы работаем, главное чтобы не уволили. Особенность в бюджетных организациях это когда зарплата идет, а мы здесь делаем минимум, никому ничего не нужно. Вот и тот минимум чтобы людям было средненько хорошо. Ну и так производство. Называется обедненное управление. Обедненное управление. Можно конечно сделать все для людей и выстроить управление в духе загородного дома. Пансионат такой. Все в отпуску, всем хорошо. Условия, цветочки, комфортно, свободный график, никаких притязаний. Все для людей. В этом отношении сложно добиться какой-либо результативности в производстве. С другой стороны, мы видим, когда власть и подчинение модель управления заключается в том, нужды человека, потребности, интересы не учитываются, внимание к нему очень низкое, но самая главная задача на производстве. И вот здесь создаются такие условия, когда человеческие аспекты абсолютно отсутствуют. Некая такая механическая атмосфера без присутствия общечеловеческих ценностей. Ну и, конечно же, мы видим тот идеал, когда учитываются все интересы людей, и когда учитываются все потребности производительности. Это групповое управление, когда в принципе руководитель и лидер уже и не руководит сам лично, руководят все, он только соучастник. Это такой идеал, к которому в общем-то стремятся многие организации, но по всей вероятности, что удается большинству найти некий творческий подход, в котором организационное управление сводится к тому, что можно организовать и достичь хорошей производительности, не исключительной, хорошей, и можно достичь хороших условий на производстве в коллективе, не исключительных, потому что исключительной предполагает учесть интересы всех, иногда это невозможно, потому что некоторые интересы очень эксцентричные. Вот такой подход позволяет видеть, что в стилях лидерства, управления, руководства существуют множественные параметры, и в зависимости от того, к чему уделяется больше времени, можно объяснить, оценить данный стиль или подход. Американский специалист Джона Дайер предложил модель действия центризма. В принципе, он говорит, лидерство, это на самом-то деле можно понять пересечением трех его действий. вот он старается выполнить задачу, он старается сохранить и развивать коллектив, и лидер старается подойти индивидуально каждому человеку, с кем он работает. Вот на пересечении этих трех действий можно понять в обще-то лидерство. Кстати, Адайер полагал, что библейская метафора о пастыре овец, предложенная Иисусом Христом и записанном в Евангелии от Иоанна, иллюстрирует эту трехсложную совершенную модель лидерства. Пастырь направляет стадо, показывает всему стаду путь, куда нужно идти. Он охраняет это стадо, и в то же самое время, когда какая-то овечка потеряна, он уделяет ей персональное, индивидуальное внимание. И задача выполнена, и стадо сохранено, и потребности каждого в этой общности соблюдены. Какие задачи стоят перед лидером? Мы просто перечислим Адарь говорит определить задачу, куда движемся, составить план, распределить ресурсы, ну, в какой-то мере контролировать качество графики исполнения, сверить результат с нашими намерениями, ну, и, может быть, переработать план. Это вот задача. Что касается команды, укреплять дисциплину, создавать командный дух, назначать лидеров под групп, установить хорошую коммуникацию, развивать эту группу, внимание к команде. Но есть персональный, индивидуальный подход, есть конкретный человек. В лидерстве это не так, что лидер и все другие. Лидер, все другие, и еще один человек, с которым лидер также взаимодействует. И вот к этому конкретному человеку внимать его личным проблемам, похвалить отдельно, продвигать его, развивать его, создавать ему условия для совершенствования, развивать конкретных людей. На мой взгляд, эта модель очень простая, позволяет в доступной форме увидеть задачу командное лидерство и персональный подход к каждому человеку. следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok